Если вы меня видите, значит настал худший день в вашей жизни. Господа и дамы, всем приветики-пистолетики. Думаю, вы уже заметили, что в синематографе очень популярны психопаты. Почему этот образ в кавычках героя так популярен и так популяризируется, тема для отдельного видео, и сегодня эту нудятину мы мусолить не будем. Однако стоит отметить, что из общей массы этих так называемых героев зачастую на ум приходят, как правило, крайне гипертрофированные в этом плане персонажи. Пила, Каннибал, Твердыня, Джокер, Парфюмер, Антон Чигурн и так далее. Однако всех вышеперечисленных и их подобных объединяет одно. Все эти ребятки слишком нереальны. Слишком какие-то они невероятные с точки зрения рядового пользы. Понимаете? У них или ультраглобальные планы, или невероятный интеллект, суперспособности, ну и так далее. Но давайте откровенно. Все они лишь выдуманные плохиши для детишек лет 20-30. И поэтому сегодня мы вспомним про персонажа вполне реального, хотя и сошедшего к нам с экрана. И поверьте, у этого типа реальных подражателей хватает с избытком. Это персонаж далеко не самого популярного фильма, с совершенно обычными целями, почти обычными методами и вполне рядовыми желаниями. Однако, находясь в самом низу социальной пирамиды, поняв, и что самое главное, применив реальную формулу хайпа, он стал настоящим хедлайнером криминальных новостей. Помните, у нас уже была одна такая формула о том, как стать охренительно богатым? Без всей этой дешевой заезженной кучерской болтовни, инфо-цыганщины на тренингах и семинарах и так далее. И как-то я обещал вам, еще одно видео подобной тематики. Именно этим мы сегодня и займемся. Добавим к нашей формуле реальный инструмент применения, как никогда актуальный в наше время. Раскроем настоящую формулу хайпа. И поможет нам в этом охотник за опасными эксклюзивами, голодный койот ночного Лос-Анджелеса и главный герой фильма «Стрингер» Луис Блум. Прообраз которого, кстати, отчасти основан на карьере Артура Феллига по прозвищу Виги или Уиджи. Первого фото-журналиста, который был известен тем, что быстрее всех достигал места преступления, настроившись на полицейские радиопередачи. В общем, добро пожаловать на канал Watch Gods. И без лишних соплей. Поехали. Начнем с того, что Лууд – человек не самых высоких моральных качеств. Первые кадры, которыми нас знакомят с главным героем, показывают, как он разрезает рабицу с целью кражи металлолома и его дальнейшего сбыта. А затем он избивает охранника, обнаружившего его, и крадет часы. Вот вам и первое правило. И звучит оно так. В современном мире, особенно не в самой прекрасной ее части социума, правила нужны для того, чтобы отсеять тех, кто не готов их нарушить. Если хотите, считайте, что именно это и делит людей на хищников и всех остальных. Когда Лу едет сдавать награвленное, обратите внимание на то, что приковывает его взгляд по дороге. Салон с новыми красивыми авто и банкоматы. Лу нужны деньги. Правило номер два. То, что ты делаешь, ты делаешь ради денег. В достижение этой цели Лу готов приступать законы, писанные и неписанные. Он не какой-то хиппи, ищущий абстрактный способ самовыражения, чтобы дарить свою любовь всему миру. И, вероятно, он не слушал тренинги всех этих доморощенных шизотериков, которые уж, конечно, расскажут вам, тут же, кстати, не бесплатно, о том, как вам жить и что делать, и где же находится тот самый смысл жизни. Я вам скажу, где он находится в современном мире. Вот он. Денюжки. И не надо себя обманывать, не надо вот этой всей дешевой болтовни, ибо в джунглях лишь две заботы. Съесть и не быть съеденным. Лу – это голодный койот, и утоляет он его, пожирая денежные купюры. Далее вкратце. Лу поехал домой, увидел аварию, вышел поглазеть, там же подлетели уже работающие стрингеры, он выудил от них, что почем, и, наконец-то, понял, что его зацепило. Понятное дело, что нужен стартовый капитал, и где же его достать? Правило номер три. Учись у тех, на кого хочешь быть похожим. И вот Луис, по заветам Джона Рокфеллера, которому, как считается, принадлежит фраза «Я могу отчитаться за каждый заработанный миллион, кроме первого», крадет велосипед, сдает его в ломбард, покупает нужное оборудование, и, наконец-таки, снимает свой первый сюжет. И не просто снимает, но и продает. Иными словами, выбор был верный. Дорога проложена, цель достигнута, далее... Дело понятное, нужно наращивать обороты, и чтобы их наращивать максимально эффективно, Лу спрашивает у того, кому он продает отснятый материал, «На чем хайпуете?» И ему отвечают. «Наши новости – это бегущая по улице, плачущая женщина с перерезанным горлом». Вот и третье правило хайпа. Чем жестче, тем лучше. Но только не путайте слово «жесть» и «чернуха». «Происшествия», «Машины», «Автобусы», «Поезда», «Самолеты», «Пожары», «Самоубийства». «Жестко, хлестко, натуралистично, броско, цепляющее» и так далее. Но это еще не все, недостаточно просто найти контент, не менее важно суметь его подать. А в подаче информации такого рода нужно уметь слегка призвездить, пардон, обыграть, конечно, я хотел сказать. Условно представьте себе заголовок. В свободном заседании Конгресса Джон Смит назвал Хью Стокмана некомпетентным. Но согласитесь, скучно, а назвать это в таком ключе Смит публично послал Стокмана нахрен на очередном заседании. Да, ты слегка соврал, где ключевое слово слегка, но в отличие от конкурентов ты привлек внимание аудитории. Кто-то возразит, мол, при таком подходе ты потеряешь зрителя, людям нужна правдивая информация и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла херня. Потому что правило номер 4 голосит хайп это эмоции. По сути, на этом правиле держится практически весь популярный контент. И если вы умеете грамотно жертвовать правдой в угоду хайпа, вы никогда не останетесь без просмотров. К примеру, Лу понял, как нужно правильно выставить кадр, чтобы он смотрелся более сочно и более эмоционально. А его подружка с телевизора знает, под каким соусом эти кадры нужно подать. Кстати, о подружке. Со слов сценариста и одновременно режиссера Дэна Гилре, Стрингер это фильм-обвинение. В адрес телевизионных каналах, которые в погоне за рейтингами готовы идти на все что угодно, то есть против так называемых хайпожоров. Поэтому главный эпизод, раскрывающий основную задумку автора, это даже не история Луиса Блума и прочее, показанное в фильме. Нет. Главная его часть это то самое правило номер 4 и его отлично продемонстрировала подружка главного героя Нина в диалоге с сотрудником канала в конце фильма. Давайте его послушаем. Джоэл узнал из своего источника, что в доме на Гранде Хиллс нашли наркотики. Кокаин в пакетиках, спрятанный в полустене, 25 кило. Следователь подтвердил. Это не было вторжением в дом. Это была кража наркотиков. Дай в 9-ти часовых новостях. Это срочно. Это умолит нашу историю. Это и есть история. История это жуткое преступление в пригороде. Вот история. Господи, ты говоришь как Лу. Лу вдохновляет всех нас на достижение больших высот. Понимаешь, ты должен давать людям жизнь, эмоции, вкус и ощущение бытия, щекотать их и без того пошатанные и больные нервишки. Будто ты трясешь пакетиком с дозой перед наркоманом. И особенно здорово, если ты будешь первым дилером, сделавшим это. Ведь согласись, человек на ломке схватит именно первое попавшееся лекарство, не сильно заботясь о его качестве. Потому что правило хайпа номер пять гласит. Лучше соврать первым, чем сказать правду вторым. Думаю, тут все понятно, да? Ну а если понятно, то сейчас мы подойдем к очень интересной части нашего повествования, а именно взаимоотношениям с коллегами. Ведь раз дело пошло, то, как я говорил ранее, надо наращивать обороты, и если у тебя они пойдут, а может быть уже пошли, тебе бы тоже нарастить обороты не помешало. А как их наращивать? Само собой, с помощью привлечения дополнительной раб-силы. Ну, называть их, конечно, можно по-разному, сотрудники, коллеги, помощники и прочая лабуда, но мы-то знаем, что суть не меняется. Вот и лу, демонстрирует очередное выполнение заповеди современного социума, а именно правило номер 6 в нашем сегодняшнем списке. Обмани ближнего своего и упаси тебя, денежный бог, любить его, как самого себя. Не надо относиться к этим своим коллегам как коллегам, потому что они не коллеги, не друзья, братья, свати и так далее, они де-факто твои рабы. И с тобой они, потому что их, к сожалению, нельзя пока заменить роботами, и потому они жрут твой хлеб. А значит, какая твоя задача? Правильно, сделать так, чтобы у тебя хлеба осталось больше, а у них, следовательно, меньше. Разберем на примеры фильма. Допустим, Лу снимает за ночь три средних сюжета и продает их по 500 баксов каждый, и того он получает полторы штуки малом. С Риком он договорился о 30 зеленых в ночь, следовательно, Рик получает 2% от выручки, а Лу 98, при том, что работают они одинаково. Конечно, Лу нашел тему и привлек Рика, вероятно, 50 на 50 было бы не совсем честно, можете вы сказать, но без Рика и приезжал по уже остальных и вообще ничего не зарабатывал, так что, возможно, минимум 30% согласно трудозатратам Рик заслужил. И ведь вроде никто никого не обманывал, Лу предложил работу и сумму в 30 долларов за ночную смену, Рик согласился, хотя поначалу Лу хотел бесплатно закабалить, красавчик вообще. Но в этом и весь фокус, не договаривая нюансов заставить кого-то согласиться на заранее проигрышные для него и выигрышные для тебя условия. Поэтому, судя по цифрам, а ведь мы уже говорили, что в наших джунглях только это имеет значимость, можно смело резюмировать. Рика никакой не партнер, коллега, участник команды и так далее. Рик это раб Лу. И это факт. Поэтому Лу купил себе классную тачку, закрутил шурумур с коллегой по работе, приоделся и надел модные очки. А Рик ночует в гараже и выглядит как бомж. Лу, кстати, опрокидывал Рика при любом удобном случае. Мало платил, высказывал недовольство по любой мелочи. Постоянно грозил увольнением, получал и всячески доминировал. А в конце вообще хайпанул на его смерти и заработал на нем баблишко. Вот такие вот в кавычках взаимовыгодные отношения. Кстати, Луис вообще врет весь фильм с самого начала и до самого конца. Помощнику, охраннику, копам, детективу, вообще всем. Почему? Потому что правило седьмое и последнее. В мире лжецов побеждает тот, кто врет лучше. Думаю, к этому правилу пояснительную записку не надо, да? В общем, дела у главного героя пошли в гору. Цинизм 80-го уровня, холодный расчет, высокая работоспособность и прочий набор юного искателя ночных происшествий помогли главному герою реально преуспеть, срубить бабла и стать настоящим королем хайпа. Ведь хвайпануть раз, другой это удача. Создавать хайп на постоянном уровне это профессионализм. Знаете, в конце хотелось бы очень кратко поразмышлять над тем, а что же это за мегахайповые явления, такое как освещение криминальных новостей бытового уровня? Луис, кстати, в фильме указал мнение на то, что в отличие от любых других новостей, именно криминальные новости занимают львиную долю времени и смотрят их дольше всех. Еще я узнал, что в среднем выпуске новостей в Лос-Анджелесе темам государства, в том числе органов правопорядка, бюджета, транспорта, образования и иммиграции уделяется 22 секунды. А криминальные сводки, как правило, не только идут первыми, но занимают в 14 раз больше эфирного времени, 5 минут 7 секунд. Для вашего канала такие сводки хлеб. И знаете, помимо прочих нюансов, вроде того, что огласка может придать ход делу, помочь в чем-то или чего-то от кого-то уберечь, складывается еще ощущение, что это самая обычная реклама. Понимаете? И это не только реклама психов, ведь в новостях именно они хайпуют больше всего. Что самое страшное, это реклама нормальности этих явлений в социуме. Давайте сухо по цифрам, прикиньте сами. Тысячи компаний платят огромные деньги, чтобы купить рекламу, узнаваемость бренда и все дела. А тут ведь та же самая реклама. Реклама социального поведения, ведь, как мы уже знаем, черный пиар это тоже пиар. И также мы знаем главное правило. Больше рекламы, больше хайпа, больше популярности, больше продаж и желающих быть на волне. Из года в год увеличивающаяся количественно и уменьшающаяся в возрастном плане детская и подростковая преступность, да и вообще преступность, насилие, жест и прочее, просто подтверждающая это данность. И я не говорю, что это происходит лишь по причине освещения этого СМИ, но говорю о том, что и поэтому тоже. И очень может быть, что тоже далеко не в меньшей степени. Мне, конечно, могут возразить, типа, это все происходит, вот и освещают, да я с этим согласен, но есть маленький нюанс. Среди невероятного обилия подобных новостей, которыми просто завалены новостные СМИ, есть ведь и другие очень себе как бы важные события для освещения, однако их особо не показывают или не показывают вовсе. А если таковые нечаянно всплывают и попадают в инфополе массы, их, как правило, стараются замять или более того, преподнести их в совершенно ином свете. Ну, условно, загрязнение окружающей среды крупными корпорациями, засекреченные документы с вечно продляющимся сроком, вред пищевых добавок, детский труд и я даже не вижу смысла перечислять их, ибо список будет на несколько страниц, а количество новостей по ним хватит на пару сотен лет. Но их так не форсят, форсят бытовой криминал, обнаженку, чернуху, знаменитости и скандалы, чье имя на бирке твоих трусов. Возникает вопрос, а че это вдруг жесть, кровищу и прочее показывать можно, да еще и в таком количестве, а остальное нет. Будто этому дали как бы отмашку, дабы держать пипл в вечном напряжении и в то же время информационной сытости, а то ведь он может пойти и удовлетворять эту самую свою сытость самостоятельно и, глядишь, забьет свой инфожелудок чем-то более значимым, как считаете. Не призываю никого одевать шапочку из фольги, но, возможно, вывод прост. Хочешь узнать, кому это надо? Подумай над тем, кому это выгодно. Благодарю за просмотр и, как всегда, выражаю отдельную благодарность меценатам канала. Спасибо большое, друзья, за вашу поддержку. Для тех, кто желает к ним присоединиться, все ссылки, как всегда, в описании. Не переступайте черту и до новых встреч. Всем удачи.